Как же быть владельцем маленьких бизнесов, которые в это тяжелое время не могут развиваться? У меня цветочный магазин, любимое дело, сейчас доходы упали. Но если закрыться совсем, то после войны придется начинать все по-новой. Думаю, не у меня одной такая дилемма сейчас. Очень важен ваш совет. Что необходимо делать? Первое, начните обязательно делать скидки. Второе, поговорите с теми, кто вам этот товар поставляет, чтобы было дешевле. Третье, договаривайтесь с арендодателями, у которых вы арендуете этот магазин, чтобы цена была дешевле. Также это повод для того, чтобы более активно рекламировать свой магазин в интернете, в телеграме и так далее. То есть максимально соберитесь и максимально посмотрите, на чем вы можете экономить. И в какую сторону вы должны, как вы рекламируетесь. То есть старайтесь этим обязательно заниматься. Нужно ли закрываться? В вашем случае нет. А еще я хочу сказать, даже несмотря на то, что было и есть плохо, то будет лучше, несмотря ни на что. Почему? Как бы ни странно это звучало, бизнес и доходы чуть-чуть плавно будут увеличиваться. Потому что люди покупают цветы, потому что есть дни рождения, потому что есть встречи. Если этого никто не отменял, этот бизнес у вас будет процветать. Не переживайте, продолжайте развиваться. Просто постарайтесь урезать свои расчеты. Договориться с арендателями, договориться с теми, кто поставляет цветы. Постарайтесь рассмотреть этот весь вопрос глобально и постарайтесь, может быть, там максимально ограничить возможные траты. В случае, если на вас работают люди, ну конечно не могу этого советовать. В случае, если работают на вас люди, постарайтесь с ними поговорить, чтобы уменьшить зарплату. Если невозможно, там больше уделяйте внимание или стойте сами, ну где-то так.